Привет, друзья мои! И сегодня я хочу с вами поделиться одним очень интересным событием. Много лет назад я услышал такую фразу, такое американское выражение, что американцы голосуют ногами. Я тогда не понял сразу, о чём идёт речь, к чему они это говорят, но немножко позже всё-таки я разобрался. И вот это выражение, оно лежало у меня, как всегда, в запасе до сегодняшнего дня. Буквально несколько дней назад, просматривая ленту новостей, я увидел очень интересную новость, которую хочу вам рассказать. Хочу даже не саму новость, а именно то, что происходит сейчас. Наверное, ещё свежо в памяти президентства экс-президента Трампа и все вот эти шумы, которые происходили вокруг этого всего, как его ненавидели, как его пытались уничтожить со всех сторон. И, в общем-то, наблюдая за ним, я обнаружил, что он довольно-таки сильный человек, и он прошёл достойно через эти все вещи. Я сейчас не хочу оспаривать с кем-то, там, плохой он был президент или хороший. И я его как человека, как бизнесмена, как президента уважаю. Он сделал, он выполнил свою задачу по поводу приостановки глобалистов. Они очень злы на него, они рассержены на него. Но это дело, как говорится, десят. Оно достойно отдельной темы. Так вот, вы, наверное, слышали не раз, когда президент Дональд Трамп говорил о новостных каналах, главных новостных каналах в Америке, что это фейк-ньюс. И тогда все злились, как-то он так посмел говорить. Мы же в демократическом государстве, мы же так всё классно и чётко рассказываем людям. И всё такое. И общество наше, в принципе, разделилось. Одни верили большим телевизионным компаниям, различным изданиям, газетам, радиопередачам и так далее. Каким-то личностям. Но прошло время. Президент Трамп ушёл. Пришёл новый президент. Далеко не Трамп. И сейчас вокруг него ходят очень много разговоров, очень много противоречивых разговоров. И сегодня в новостях я прочитал, что Southwest Airlines, они сделали расследование, потому что один из лётчиков по селектору, по радиосвязи перед отлётом на весь самолёт сказал «Let's go, Brandon». Это возмутило некоторых, потому что это не просто фраза «Let's go, Brandon», а это фраза, которую подсеяла журналистка. Ей нужно было выйти из ситуации. Не буду рассказывать эту историю, она интересная. И когда американцы на стадионе скандировали антибайденовскую речёвку, значит, она её перекрутила. И теперь все, кто не согласен с тем, что делает президент, они говорят «Let's go, Brandon». И вот этого сейчас лётчика хотят уволить, хотят расследование сделать. Всем служащим, которые работают в авиакомпании, ещё раз промывают мозги, чтобы они не вздумали это говорить. Конечно же, это нападение на первую поправку в биле о правах человека американской конституции, что каждый человек имеет право выражать своё мнение. Ну, не знаем, чем это закончится, потому что это уже начинает национальные масштабы захватывать. Казалось бы, безобидная речёвка, но за неё уже хотят наказывать людей. Так вот, друзья, значит, что произошло? Несколько дней назад я, просматривая новости, нашёл очень интересную новость, рейтинг телевизионных компаний. И вот когда валили Трампа, пытались его уничтожить, такие компании, как CNN, MSNBC, они вообще лидировали. И им уже тогда говорили, подсказывали некоторые товарищи, что, ребят, не увлекайтесь, вы же в бизнесе, а не в политике. Но они публично говорили, что это ерунда, нам ничего не страшно, с нами ничего не произойдёт. Вот те люди, которые стоят у руля CNN, я лично смотрел отрывки из их интервью, они просто смеялись, когда их предупреждали. And guess what? Ребят, далеко ходить не надо. Прошло немножко времени. Уже при президентстве Трампа рейтинги этих компаний начали падать. Некоторые передачи, которые особенно усердствовать, они потеряли рекламодателей. И, конечно, может быть, это непонятно некоторым нашим землякам, проживающим в Беларуси, России, может быть, каких-то других странах, там, где телеканалы субсидируются или финансируются государством. Но в Соединённых Штатах это немножко не так. И здесь в основном, как Библия говорит, за всё отвечает серебро. Здесь реклама. Реклама самое главное. Спонсоры, те, кто платят деньги. И вот они начали уходить. Они сначала начали уходить с телевизионных программ, которые казались тогда популярными. А сейчас очень много ушло вообще с этих двух телевизионных каналов. Ну и хочу рассказать вам всё-таки, на какое место опустились. MSNBC опустилась на 31 место с ведущего. А CNN, самая знаменитая телекомпания, ушла на 38 место. Аплодирую стоя. Все теперь думают, как им вылезти из этого, как им сдать назад, как им вернуть рекламодателей, как людей заставить смотреть их программы. Ведь это всё мониторится. Я вот лично сам, наверное, ну полгода раз, а может и больше, включал телевизор и то для детей. Когда гости приходят, и дети, чтобы мультик там посмотреть, какой-то отвлечь их от суеты, включал телевизор. Телевизор вообще не включаю. И я думаю, что этому последовало огромное количество американцев. И вот здесь как раз и сработала вот эта американская поговорка, что американцы голосуют ногами. Они, конечно, люди в основном не конфликтные. Они не любят конфликтовать. Поэтому это и хорошо, и плохо. Я знаю, как это в американских церквях происходит. Люди, если им не понравилась церковь, они ноги в руки и потихонечку уходят, находят себе то, что им нравится. Вот. Оказалось и в бизнесе точно так же. Если вдруг что-то пошло не так, люди просто не хотят себя ассоциировать с этими радиопередачами, компаниями, телевизионными программами, телеканалами. Они становятся токсичными. И вот поэтому сейчас у CNN наступило кризисное, очень тяжелое состояние. Что сейчас происходит по Америке, да и вообще во всем мире, я видел, как люди начинают протестовать. Когда на них начинают наезжать с вот этими укольчиками новомодними. Люди, которые не хотят по каким-то причинам. Причин может быть много разных. Три основных. Есть люди, которые не информированы, они боятся. Есть люди, которые по своему состоянию здоровья отказываются. Есть такой экзем по здоровью. И есть Christian экзем. Это когда христиане, убежденные в том, что это не нужно или не обязательно, или противоречит их моральным убеждениям, они могут отказываться. Так вот, сегодня в Америке очень много пошло бойкотов. Вот так молча начинают бойкотировать магазины, рестораны. Начинают бойкотировать какие-то авиалинии. Авиалинии. И уже были огромные протесты в некоторых авиакомпаниях, в которых очень жестко закрутили гайки. И по несколько суток самолеты не вылетали. Компании терпели огромные многомиллионные убытки. Точно так же, как теперь CNN потерпела убытки в миллиарды долларов. И это очень серьезно. Так что, ребята, вот такая интересная новость. В общем, пишите комментарии, если вам интересно, можете написать, можете поставить лайк, можете поставить дизлайк. Это уже не имеет абсолютно никакого значения, тем более, что я за этими вещами не гоняюсь. Ну что ж, хочу всем пожелать здоровья. Сегодня оно очень ценно. Всем благословений Божьих, успехов в ваших делах, в вашем труде. В общем, до следующей встречи. Пока!